МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С Днем Ангела, дорогие именинники! Люди, неверующие, упертые в своем неверии, в своих сомнениях, часто выдумывают различные отговорки для своего неверия. В частности, они говорят, ну, никто же не возвращался с того света, никто не рассказал нам, как там и что там, поэтому мы и не верим. К счастью, Господь отнимает даже такие отговорки у людей, потому что есть люди, бывшие там и вернувшиеся. Сегодня мы расскажем вам о человеке, чья память сегодня совершается. Звали его Афанасий, затворник Киева-Печерский, жил он в XII веке. Вот этот человек был и вернулся, подобно Лазарю Четверодневному. Афанасий был современником игумена Поликарпа. И вот однажды он расхворался, сильно расхворался к смерти и умер. Братья готовили его к погребению, выкопали могилу и уже пришли, чтобы забрать его тело и нести на кладбище, как вдруг увидели, что Афанасий сидит посреди кельи и горько плачет. Они стали расспрашивать его, где он был, что с ним случилось. Пытались как-то вытащить из него действительно этот опыт загробного пребывания. Но Афанасий сказал им только следующее «Спасайтесь, братья, оказывайте послушание игумену, ежечасно окатясь в грехах своих, усердно молитесь Христу Спасителю и Божьей Матери, а еще Антонию Феодосию, чтобы на этом месте скончаться, никуда отсюда не уезжать». Больше он ничего не сказал и добавил «О большем не спрашивайте». Двенадцать лет после смерти прожил Афанасий в затворе, через день вкушая немножко хлеба и немножко воды. Он плакал непрестанно. Перед смертью он позвал к себе всю монастырскую братью и повторил слова, сказанные им двенадцать лет назад, после чего мирно отошел к Богу. Вот история, которая отнимает у неверующих, у сомневающихся уверенность в том, что за гробом ничего нет. Таких историй церковь знает немало. Самая яркая из них – это история Лазаря Четверодневного, и были еще люди, которые возвращались с того света. Правда, остается некий зазор между сомнениями и ответом, поскольку они ничего не рассказывали. Эти люди молчали и только плакали, а слова их были скупы и заключались в одном – «Верьте, кайтесь и живите правильно». Очевидно, это было потому, что загробная реальность не передается земной речью. Слишком мало смысла для этого в наших словах, слишком бледна она и бесполезна – как раз наша речь. Итак, сегодня, кроме Афанасия, чье имя означает «прекрасную вещь» – «бессмертный» в переводе – «Афанасий». Мы поздравляем с Днем Ангела также Аввакума, Владимира, Меропию и Стефана. С Днем Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь, имена ваши написаны на небесах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова